Итак, доброе утро, дорогие друзья, доброе, добрейшее, веселейшее утро, 29 декабря, глава, глава Ваегаш, глава Ваегаш, день пятый, день пятый, начать запись. И мы продолжаем изучать. Главой сегодня тоже чуть-чуть почти задержался, сегодня у меня старший сын пошел в армию служить, все, призвался в армию, в израильскую армию. Да, для меня это такой момент интересный в жизни, новое ощущение. Да, хорошо. И вот мы читаем день пятый, день пятый, значит, чтобы, как все наши роти за мир, то есть я сейчас лично чувствую, насколько важно, чтобы был мир, насколько важно, чтобы люди не воевали, настолько важно, чтобы все вопросы решались мирным путем. Это было бы настолько прекрасно, чтобы все вернулись домой живыми, здоровыми и перестали воевать. Особенно сейчас абсолютно бессмысленная война, вообще ни за что, то есть зачем напала Россия на Украину. Ну, нет, кроме как личная дурость, я считаю, одного человека. Мое личное мнение, что это просто есть один преступник по имени Путин, который уничтожающий жизни всего мира, да, то есть это просто ужасно. Это мое личное мнение, к Торе это не имеет отношения, это мое личное мнение, что ответственный за это один человек, который ради удовлетворения своих амбиций уничтожает сейчас весь мир. Хорошо, друзья, а мы продолжаем изучать Тору, и находимся сейчас в пятой отрывок главы Вайгаш, который начинается словами «В Эле Шемот Бне Исраэль Абаим Митсраима, Яков Убанав, Пхор Яков Рувен». Значит, мы знаем, что Йосеф был продан братьями в Едипет. Вот, значит, вначале они хотели его убить, потом он оказался в Едипте, 12 лет отсидел в тюрьме. Ну, не, вначале был год рабом в доме у Патифара, потом жена Патифара на него напала, хотела его изнасиловать, но в итоге обвинила его в изнасиловании, представляете, вообще ужас. Потом он 12 лет отсидел в тюрьме, и потом его выпустили из тюрьмы, и он стал премьер-министром в Едипте. Такая у него была судьба, знаете, как американские горки. И потом пришли его братья через 9 лет, получается, после того, как он уже стал премьер-министром, пришли его братья, он с братьями помогал им, создавая события для них очень неприятные, то он их арестовал, то он их отпускал. В общем, он сделал так, что они раскаялись в том, что они сделали. И после этого, после того, как они раскаялись в том, что они сделали, он открылся, что вот я Иосиф, и они пришли вместе с Иоаком, вместе с Яковом, пришли в Едипет по приглашению фараона. И вот, значит, вот имена сыновей Исраэля, которые пришли в Едипет, Иоаков и его сыновья, хор Иоаков, первенец Иоакова Ровен. Сыновья Ровена идет перечисление имена, я не буду сейчас это читать. Сыновья Шимона идет перечисление сыновей Шимона. Сыновья Леви идет перечисление сыновей Леви. Сыновья Иуды идет перечисление сыновей Иуды. Сыновья Исахара идет перечисление сыновей Исахара. Сыновья Звулуна, опять же, имена сыновей. И вот сыновья Леи, которых она родила Якову в Падам-Араме, то есть все они родились не в Израиле, все они родились в Междуречии, там где Иран, Ирак и так далее. И, значит, все они родились там еще. И было их всех вместе, сыновей и дочерей Леи, 33 человека. Можете себе представить, как Яков и одна жена, и от них 33 человека. Вот так вот, да, вот у Дамира партнер, слава Богу, сколько тоже дочерей, сыновей. Если все будет нормально, у них у всех будет постолька же, постолька же и к третьему поколению, глядишь, тоже будет 30-40 человек у Данира партнера, его потомков. Дальше идет перечисление сыновей, сыновей Гад, сыновей потом Ашера. Это были сыновья Якова от жены по имени Зильпа, от служанки. Значит, и дальше идет перечисление сыновья Рахели, жены Якова, Йосефа и Беньомин. То есть про Рахель сказано, что она была женой Якова, про Лею не сказано, просто сказано Лее. То есть Яков изначально он хотел жениться только на Рахеле, и так получилось, что он женился на Лее и на служанках, а хотел жениться только на Рахеле. У Йосефа родились, значит, в земле Египта, родились у него двое сыновей, Минаше и Фраем. У Беньомина было 10 сыновей, его младшего брата. И у Бильи было еще Дан и Нафтали, еще два сына. Всего, значит, было всех душ, которые пришли с Яковом в Египет, которые вышли из его чересел. Да, такое слово на иврите Ерехо, бедра, а на русский переводят чересла. Сколько их было? Их было... Шевим 70. 70 их было душ. Все, сегодняшний отрывок закончен, завтра у нас шестой-седьмой отрывок этой главы. А я хотел с вами сегодня немного порассуждать на тему, а почему это все произошло? Почему это все произошло? Вот пишут, нет звука. У кого нет звука? У всех нет звука или только у одного-двух нет звука? В Телеграме есть звук. А здесь, мне кажется, тоже. Да. Рифуаш, ума всем, кто болеет. Вот. И давайте разберемся, почему, почему Йосеф попал в Египет? Почему он был в рабстве? Почему Йосеф был в рабстве? Почему Яков женился на четырех женах, когда хотел на одной? Почему человек, который не хочет болеть, болеет, а другой хочет болеть, не болеет? Почему есть у людей в жизни то, что они не хотят? И иногда очень бывает сильно не хотят. И иногда бывает сильно страдают, потому что у них что-то есть. Почему это все происходит? Значит, один из главных принципов Торе, который мы как раз, который мы как раз вот можем пронаблюдать очень ярко и явно на всей истории с Йосефом, с его братьями, с Яковом, это принцип, который называется, который называется «Ми даш адам мудэдба, мудэдим лёх». Та мера, которую человек меряет, меряют ему. Или по-другому этот принцип называется «При я дэ адам гмуль я дэ адам я шивло». Воздаяние рук человека вернется ему. Этот принцип можно по-разному еще описывать. На Востоте его называют кармой, где-то его называют бумерангом. Но Тора нам четко-четко абсолютно говорит, что все, что человек делает, возвращается ему. За каждое действие Бог приводит лемешпад на суд. За хорошее, за плохое. Есть награда за заповеди, есть наказание за преступления. Иногда просто очень они отложены, вот эти события, но они четко связаны. Теперь, значит, говорит нам Талмуд в трактате Брахот, что если на человека пришли какие-то неприятности, какие-то проблемы, ифашвешбамаса, проверить свои дела. И там рассказывается история, которая раб Иуда, у него стисло 400 бочонков вина. И он, когда у него стисло 400 бочонков вина, ему мудрецы тоже сказали, проверь свои дела. Он говорит, я проверил, и ничего, я не знаю, что я сделал не так. За что это вино стисло мне? Значит, они ему говорят, а ты думаешь, что у Всевышнего есть наказание без, ну, есть неприятность, приходит без суда, просто случайно тебе пришло? Он говорит, ну, тоже не может такого быть, да? Тогда он им говорит, я проверял, я искал, я не понимаю, за что. Они говорят, хорошо, значит, был у тебя арендатор, и ты должен был арендатору давать часть виноградной лозы. Значит, а ты не дал, поэтому у тебя стисло вино, мера за меру, да? Меда, к негат меда. То, что ты делал, то, что там же к тебе и пришло вот эта неприятность. Он говорит, так, секундочку, я же, я же, значит, они у меня воровали, эти арендаторы, они у меня виноград воровали. Мудрецы ему говорят, тебе надо было идти с ними в суд тогда, и с ними, значит, выяснять, чтобы они вернули тебе украденный виноград. Это был у вас, у тебя с ними был спорный вопрос. А то, что ты у них забрал силой, то, что им причиталось, это ты у них украл. То есть, украл у вора, вором стал все равно. Так они ему ответили. Он говорит, все, я им возвращаю то, что я должен был им навернуть эту виноградную лозу там какую-то, и написано сразу же у него вино это, которое у него 400 бочонков вина, стисли. Есть там два мнения. Одни говорят, что оно вернулось обратно в вино, другие говорят нет. Это как говорили, что вернулось обратно в вино. А по факту уксус, оно превратилось же в уксус, когда стисло. И уксус винный подорожал, и он его продал по цене вина. То есть, это называется, как вернулось в вино. Что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что все, абсолютно все, что происходило с Юсефом, например, это было следствием того, что он делал. Например, братья, значит, братья продали его в рабство. Почему? Потому что они его обвиняли в том, что он хочет над ними властвовать, и он хочет над ними стать царем. Теперь они это восприняли как преступление против себя, и они его продали именно в рабство, что теперь не ты будешь над нами властвовать, а будут властвовать над тобой. Теперь вопрос, хотел ли Юсеф быть царем по факту, или же это они подумали, что он хотел быть царем. Мы это не знаем, но мы видим прямую связь между тем, в чем они его обвиняли, и что он потом получил. Теперь возьмем дальше. Яков, когда он получал, когда он получал благословение у Ицкака на власть и на деньги, то он переоделся, и он надел шкуры именно козленка. Теперь, когда он надел шкуры козленка, то потом, когда к нему пришел Иуда, и говорит, папа, вот рубашка, значит, Юсефа, она была в крови, а как они ее в кровь запачкали, они зарезали козленка, тоже козленка они зарезали. Получается, тот же козленок, которого использовали для обмана, Яков его использовал для обмана, теперь этим же козленком обманули его. Хорошо, продолжаем дальше. Иуда, который, получается, он лишил, он был один из главных там, среди братьев, и они лишили Якова, своего папу, любимого сына. То есть, получается, что дальше-то было? А дальше у Иуды умерло два сына. Представляете? У него два сына, Эра и Анан, они у него умерли. А дальше что было? А дальше он шел, 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 и там ему встретилась Тамар. Помните Тамар, которая переоделась в женщину легкого поведения? И он ей говорит, что ты, что ты хочешь, чтобы, чтобы, как бы, какая цена? Козленок. Опять козленок. Он говорит, хорошо, пришлю тебе козленка. Она говорит, ладно, дай мне пока залог за козленка. Она оставляет ему залог за козленка. И что? Нету ее. Приходит он, чтобы вернуть залог. Не он, он послал человека. А нету ее. И козленок, значит, опять козленок участвует в обмане. Представляете? Теперь, значит, что дальше происходит? Дальше происходит, когда Тамар, она сообщает, что она забеременела от человека, которому принадлежит этот перстень и посох, то есть от Иуды. Что делает Иуда? Иуда, он что делает? Он сразу же говорит, она более праведная, чем я. Более праведная, чем я, значит, он, то, что называется, хозер бы тшува. Он, в этот момент, он делает тшуву раскаяния. Он есть такой, самая высшая в Торе, одна из высших в Торе таких, как сказать, заповедей, не заповедей, одно из самых сложных действий и одно из самых, ну, ценных действий, да, оно называется так. Амаавир о альмидатав, мавиримлю альколь пашав. Тот, кто переступает через свой гнев, через свои, через свою гордость и высокомерие, ему прощают все его грехи. Значит, Иуда, представьте, в этот момент, он глава, глава вот этого племени. Они такие жили тогда племенами, очень были, очень были такие, ну, как бы, за свой почет, они, если ты глава племени, и ты, как сказать, ты позволяешь над собой насмехаться, и ты свой почет убираешь, тебя сразу вскидывают. То есть, раньше были люди очень жесткие такие. И он такой глава племени. Ему говорят, что его, невестка его сыновей, которая ждала следующего сына, чтобы выйти за него замуж, она забеременела, то есть, она занималась запрещенной деятельностью. Он говорит, сжечь ее. она опозорила там наш род, она дочка священника, сжечь ее. Она посылает ему вот эти вот, знаете, что, и говорит, я от этого человека забеременела. И он при всех, говорит, она более праведная, чем я, отпустите это, я поступил неправильно. То есть, он делает поступок, который как раз входит вот в эту вот, категорию, переступая через свои качества. Амавир Альмедотав, когда ты, когда ты, например, там на кого-то гневаешься, когда ты, у тебя есть сила там кого-то наказать, и ты успокоился, и говоришь, ладно, все, я всех прощаю. Значит, это называется Мавир Альмедотав. Ему прощают все грехи. После этого Иуда поднялся на ступень царя, то есть, от него пойдет Машех. То есть, он стал очень, очень, как сказать, поднялся на другую ступень, тот, кто может переступить через свои качества. Как говорит нам в Пертеяво Тора, Мидибор, Аковешетит Срок. Кто настоящий богатырь, тот, кто победил свое злое начало, тот, кто победил свое животное начало, тот, кто победил свое инстинктивное начало, тот и называется в Торе Дибор, богатырь. Да, Мидибор, Аковешетит Срок. Тоф, Эрахапаем, Мидибор. Это говорит в Мишле царь Салмон. Лучше. Эрахапаем, долготерпеливый, чем Дибор. В Мушель Берухомешет Милокет Ир. И тот, кто властвует над своим духом, он сильнее, чем тот, кто захватывает город. То есть, наибольшая сила нужна человеку для того, чтобы управлять собой, своими эмоциями, своими качествами, своими животными инстинктами. Это самая большая сила, и это то, что поднимает человека на следующий уровень в своем развитии, в духовном развитии. И получается, мы видим из этой недельной главы, что все, что происходит с Яковым, это следствие его каких-то действий, и в плюсе, и в минусе, которые он делал. И если приходят какие-то неприятности, это ошибки. Именно об этом говорил царь Салмон, что не будь слишком цадиком. Не будь слишком цадиком. Чем ты больше поднимаешься по уровню святости, тем больше ты соединяешься со Всевышним. Чем больше ты соединяешься со Всевышним, тем больше видны любые пятнышки, которые есть на твоей душе, на твоих поступках, на твоих качествах. И получается, что праведники, с них Всевышний спрашивает, как толщина волоса. То есть, если он где-то что-то сделал не так, ошибся, то праведник сразу получает за это какую-то отдачу. А иногда спрашивают, а почему у тебя злодей, и ему везет? Именно поэтому он злодей, и потом он делает что-то хорошее, праведное. Всевышний сразу с ним расплачивается в этом мире. То есть, если он злодей, и по каким-то своим преступлениям он не имеет грядущего мира, он не может пройти в духовный мир, то есть, он себе закрыл, да, закрыл. А он все равно делает какие-то хорошие дела. То есть, там есть, например, я часто привожу этот пример, вот в книге даже, по-моему, Каэлит Мишли, в комментарии, был такой, звали его, самый такой преступник, он считался, нарко, наркоторговец, как же его звали, наркоторговец, в Колумбии он был, какой-то нарко вообще такой, наркоторговец известный, он был убийца, он тысячу человек убил там своими руками, но он построил для бедных людей, в Колумбии он построил целый город за свои деньги, и они там жили абсолютно бесплатно, бедным людям дал целый город, что они жили, Эскобар, Павло Эскобар, целый город он им построил, то есть получается он злодей, но он, этот Эскобар, построил целый город, и представляете, для тех людей, которые были бедные, у которых не было никаких шансов получить свое жилье, там все, они от него получили жилье, и это был ни один, ни два, тысячи, тысячи людей, то есть получается, что он сделал это добро, да, Всевышний с ним рассчитался, миллиарды долларов, которые он не знал, куда девать, в итоге его убили, то есть он закончил жизнь рано, прожил ярко, значит, и его убили, все, теперь, поэтому мы не можем задавать вопросы, почему тому везет, тому не везет, мы знаем, почему тому везет, тому не везет, Всевышний так сделал, что этому везет, этому не везет, а почему именно этому и этому, вот здесь как раз ответ, что та мера, которую человек меряет, меряют ему, вот тут ответ абсолютно точный, да, то есть, когда мы делаем какие-то действия, мы выполняем заповеди, про уроки Торы, молитва, это набор одних действий, потом тздака, да, человек сто раз в день дает монетку, он ста человеком в день сказал доброе слово, каждое действие в сторону добра, оно дает эффект, причем, чем ты больше, Моавир Альмедотав, чем больше тебе тяжелее это сделать, то есть, то, что называется мессерут нефеш, ты как бы жертвуешь, самопожертвование, то есть, тебе тяжело сделать это действие, как я сейчас вспоминаю, историю я слышал, как было два, в Иерусалиме, там, около ста лет назад, было два очень богатых человека, которые, которые, они давали деньги тоже, строили дома для бедных, приюты там и так далее, вот они оба строили, при этом они строили дома для богатых, тут они зарабатывали, тут дома для бедных, значит, то есть, и у них были два таких олигарха-застройщика, и как-то они встретились, и один другому говорит, вы знаете, говорит, там, я не знаю, как, не помню, как их звали, такие еврести, еврести имена, вы знаете, Мойше, хотя вы тут даете на бедных столько же, сколько и я, и строите дома, и все, но я думаю, что у меня награда будет больше на небе, чем у вас, я думаю, что у меня будет грядущий мир получше, чем у вас, тот ему говорит, почему, если мы даем денег одинаково, почему это будет у вас больше, а он ему говорит, потому что, Мойше, вы очень хороший, добрый человек, и вам приятно давать, вы когда даете, людям помогаете, у вас прямо глаза блестят, вы радуетесь, а я, когда даю, я каждый раз, когда даю, у меня такое ощущение, что я палец себе отрезаю, так мне тяжело давать, и поэтому, говорит, я уверен, что моя награда больше, потому что, то, те страдания, которые я испытываю, выполняя заповеди, они, конечно, с вашим удовольствием не сравнятся, и хотя мы делаем одно и то же, но мне намного тяжелее, поэтому моя награда на небе будет больше, так, так он ему сказал, значит, ну, в общем, чтобы мы, зная все эти расчеты, чтобы мы все равно делали от чистого сердца, из любви ко Всевышнему, кстати, интересно, что когда ты делаешь, вот, правильные, добрые дела, то все равно, ты внутри испытываешь радость, да, особенно, когда ты преодолел, и тебе было тяжело, а потом ты сделал, потом внутри прям радость накрывает очень большая, это именно, как бы, связь со Всевышним. Все, чтобы было, чтобы Всевышний слышал наши молитвы, чтобы мы слышали голос,